Приветствую друзья, это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Украинские военные взрывают нефтебазы и управление ФСБ на российской территории и коллаборантов на украинских оккупированных территориях. Об этом в сегодняшнем выпуске на Ньюсейдер 4 октября. Ну что ж, главная новость это ночной налет украинских беспилотников на очередную российскую нефтебазу. На этот раз под Воронежем, в населенном пункте Анна. Беспилотники ВСУ пролетели более 200 километров, чтобы точно поразить цель. Российские ПВО не спасли. Местные жители засняли произошедшее на видео. Ребят, еще один летит. Вот он, прямо надо мной пролетает. Прямо вниз и в нефтебазу летит. Вот это вот дела. Вот так вот, ребят, бомбят. Нефтебаза горит прямо сейчас. Еще и в МЭС как будто бы прилетел. Если что, со стороны СХТ. Эта видеозапись показывает, что несмотря на попытки зенитно-пушечных средств сбить беспилотник, эти средства промахиваются, в отличие от беспилотника, который точно поражает цель, о чем свидетельствует мощный взрыв и последовавший пожар. Нефтебаза горит прямо сейчас. Но это только часть того, что на самом деле произошло. Местные жители, по всей видимости, засняли далеко не все. Дело в том, что источник украинского издания Лиганет в украинских спецслужбах заявил о том, что всего на объекте прогремело около пяти мощных хлопков. А это означает, что пять украинских беспилотников добрались до объекта, где в совокупности находятся 20 резервуаров с нефтью. И таким образом вполне возможно, что пожар был куда более масштабный, чем это можно увидеть вот именно на этой видеозаписи. Как бы то ни было, Генштаб ВСУ официально признал, что сегодня ночью украинцы запустили дальнобойную атаку по этой нефтебазе. И эта атака, как говорится в этом сообщении, была достаточно успешна. Хотя результаты сейчас еще выясняются, но уже факт в том, что российское ПВО снова не справилось. И, пожалуй, вне зависимости от результата, есть конкретный факт, по крайней мере заключающийся в том, что российские ПВО снова обанкротились. Ведь мы должны понимать, конечно, не всякая атака будет на 100% успешной. Но если, по крайней мере, беспилотники, беспилотники, не ракеты, добираются до соответствующего объекта в районе, который, по идее, плотно защищен самыми разными средствами ПВО, потому что там находятся и военные объекты, в том числе и склады с боеприпасами, значит, с ПВО в России все хуже и хуже. То есть, речь идет о том, что в очередной раз, уже буквально второй день подряд, украинские дальнобойные средства преодолевают две линии обороны. Сначала возле Украины, затем на конкретном объекте. Что именно произошло на этом объекте? Это, на самом деле, как ни парадоксально, в настоящее время, в нынешнем контексте, является даже вторичным. Первичное то, что, конечно же, украинцы дотяпали российскую ПВО. Они таки додырявили ее, они таки растянули этот шпагат настолько, что теперь в России прилетает везде. И, на самом деле, спасет россиян в том или ином случае, разве что недостаточная точность украинских беспилотников. Но ПВО россиян точно не спасет. ПВО горит. И только накануне мы рассказывали о том, что уже, получается, вторая по счету за последнее время система С-400 была сожжена в Курской только одной области. Про Буки М3 в количестве двух штук, которые там же были потеряны, я молчу. Про целые батареи дивизионной системы С-300 и С-400, которые были потеряны в Крыму, на Донбассе, я молчу. Мы сейчас просто вспоминаем то, что произошло на одной только Курщине. Конечно же, когда у вас в таком количестве горят средства ПВО, ближнего и дальнего радиуса действия. Торы, Буки, Панцири и те же С-300 и С-400. О какой защите, какой-то там нефтебазы в каком-то там населенном пункте, Анна, говорить не приходится. Местные жители, которые каждый раз снимают все это на видео, понимают, у них нет никакой защиты. Они беззащитны в буквальном смысле. Обратите внимание, это просто очередной объект, куда добрались украинские беспилотники. И добираются они туда впервые ранее, по этому объекту не было ударов. Это означает, что еще одна часть российского населения узнала, что на самом деле Россия это не сверхдержава. Россия это дырявая держава. Россия это страна, которая, совершив агрессию против намного меньшей ее страны, не способна победить. Россияне, конечно же, в значительной степени шовинистые, но не значит, что идиоты. У них есть глаза, и они могут сравнить то, что показывают по телевизору, с тем, что они видят у себя за окнами. Не, они видят, что реальность, хоть на фронтах в Украине, хоть у них под окнами, совершенно не соответствует тем методичкам, которые зачитывают, как дешевые роботы, купленные на Алиэкспресс, все российские чиновники от пресс-службы какого-нибудь губернатора до самого губернатора. И это, конечно, главное последствие вот этих системных ударов в ИСУ по дальним тылам. Именно то, что такие удары стали рутиной. То, что российское население убедилось в отсутствии на территории России ПВО. В том, что по российскому ПВО нанесен удар еще и с точки зрения репутации. Понятно, что мало кто после всего произошедшего захочет выстроиться в очередь для того, чтобы приобрести российские ПВО, которые когда-то на экспорт уходили на ура. И именно исключительно на основе пропагандистских мифов России удалось втюхать Турции, Индии и Китаю свои С-400. Кто сейчас купит С-400? В то же время мы видим, что настоящая очередь стоит именно за американскими ЗРК ПЭТИУД. Ну что ж, с этим мы разобрались. Однако, как ни странно, это не единственная нефтебаза, которая горела сегодня в России. Горела еще одна, а именно в Пермской области, в населенном пункте Осинцы. На ваших экранах то, что случилось там. Вот, видишь небо и, ох, смотри, просто заснялось. Небо, и вот просто вот это черное облако, и что там, может отравка, может мы уснем, да не проснемся сейчас. Просто, там очень ж... Вот здесь действительно масштабный пожар. 10 тысяч квадратных метров пылают. Если посмотреть издали, то кажется, что сгорело как минимум несколько нефтяных резервуаров. В России утверждают, что, мол, это что-то с электропроводкой. Отрицают прилет дронов. Но что же произошло в данном случае? На самом деле произошло, я имею в виду. Да, давайте сейчас забудем о том, что говорят дежурно в очередной российской пресс-службе. На самом деле, я не считаю простым совпадением тот факт, что сегодня ночью в Воронежской области дроны поразили нефтебазу и одновременно в Пермской области по какой-то технической случайности сгорела другая нефтебаза. Я могу допустить, что речь идет именно о диверсии. Диверсию сделать на том или ином нефтяном объекте России не так-то сложно, как может показаться. О чем говорить? Видите, если российские военные аэродромы зачастую оказываются незащищенными от проникновения со стороны диверсантов, которые проходят на эти аэродромы, закладывают взрывчатку в вертолеты, в самолеты. Это даже не всегда диверсанты, это иногда агенты внутри России, которые по тем или иным причинам работают на украинскую разведку. Иногда это могут быть даже подростки, как недавно. Эти люди должны понимать, они настоящие герои России, потому что именно вот так, через уничтожение военного имущества или имущества гражданского, но фактически работающего на войну, и можно сопротивляться российскому режиму изнутри. Многие россияне на самом деле тайно поддерживают Украину. Вопрос в том, какое количество из них готово рисковать ради вот этой поддержки. Мы видим, что только в одном Хабаровском крае подобных диверсионных операций, множество, множество инцидентов, множество эпизодов и множество официально заведенных уголовных дел в связи с предполагаемыми терактами или покушением на теракты, госизмены и прочие истории буквально сыпятся из далевосточного региона, который, надо заметить, проявляет куда больше потенциала к независимости в качестве суверенного государственного образования, чем некоторые так называемые национальные республики. Не зря, потому что когда-то именно на территории Дальнего Востока развивался вот тот самый флаг Украинской Республики. Республики, которая называлась Зеленый Клин. Было это сто лет назад. Но дух украинской свободы и по сей день живет на Дальнем Востоке. Наконец, еще один эпизод. Он связан с поджогом управления ФСБ в Новосибирске. Неизвестный человек, очевидно, точно такой же, заинтересован в победе Украины, как и те, о ком мы говорили только что, бросает бутылку в один из кабинетов на первом этаже этого здания. Происходит мощный пожар, как минимум часть оборудования и важная документация ФСБ выгорает. И в данном случае важен даже не масштаб результата, а сам факт того, что в России все больше людей, которые готовы идти на такой риск для того, чтобы поразить самое сердце символы российской чекистской своры. здания ФСБ. И да, он, этот человек, похоже, не был пойман. ФСБ оказалось неспособно защитить не только Курскую область, куда были переброшены с чрезвычайно плачевным для себя исходом подразделения ФСБ, но неспособны ФСБ защитить и собственные объекты, административные здания, где как раз и бьется истинное сердце российского зла, держащего в страхе собственный народ и народы соседние. Ибо, конечно, если бы не поддержка чекистского сообщества, никакой войны против Украины невозможно было бы представить. Но, на самом деле, враги Украины должны чувствовать опасность везде. И не только на российской территории, где им нож в спину или условный подарок со взрывчаткой могут выручить кто угодно, собственно говоря, сочувствующий Украине. Но, разумеется, такие подарки поджидают и тех, кто перешел на сторону врага на оккупированных украинских территориях. И это следующая часть нашего выпуска. Она рассказывает о том, что случилось только за последние пару дней с двумя коллаборантами. Итак, для начала, конечно, последняя новость о том, как был бы подорван в собственном автомобиле глава физической охраны Запорожской атомной электростанции. Главное управление разведки объявило, что был уничтожен Андрей Короткий в собственном автомобиле, который взорвался во время движения. Этому есть подтверждение на видеозаписи. Вы можете посмотреть это видео. Некоторых оно шокирует. Если перейдете в описание к этому видео по специальной ссылке после слов, видео иллюстрация с Андреем Коротким. Итак, вот что говорят в ГУР. 4 октября около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре, это я уже цитирую сообщение, взорвался автомобиль, где находился военный преступник, начальник физической охраны Запорожской атомной электростанции Андрей Короткий. Он коллаборационист, который причастен к организации и выполнению военных преступлений и репрессии украинцев в оккупации. После захвата Запорожской АЭС российскими войсками, он, как утверждается, добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами, выдал россиянам списки работников станции с их персональными данными и указал при этом на граждан с проукраинской позиции. Он участвовал в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлений против гражданских лиц временно оккупированного Энергодара. Постоянно организовал мероприятия, направленные на поддержку российской оккупационной армии. Как член партии Путина, Единая Россия возглавлял в Энергодаре так называемый Совет депутатов. Рассказали в Главном управлении разведки и заявили, что каждого военного преступника ждет справедливое возмездие. Подтвердили факт ликвидации коллаборанта и российские источники. По версии уже российского следствия, под транспортное средство начальника группы пропусков Запорожской АЭС, которое было припарковано на улице, заложили самодельное взрывное устройство. Когда мужчина всел в салон автомобиля, оно сработало, в результате чего от полученных травм пострадавший скончался в больнице. И это только первый эпизод. А вот тот эпизод, который произошел позавчера, 2 октября. Возле одного из домов Бердянска, оккупированного города Украина, в микрорайоне неподалеке от порта взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ламейко. Он нарушил судебную присягу и остался в городе, который оккупировали россияне. Но что самое главное, это не то, что он, конечно, остался в городе, а то, что он пошел с ними на сотрудничество. В ГУР сказали, что Ламейко причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военным преступлениям. Поэтому его судьба, говорится в сообщении ГУР, напоминание всем предателям, которые прислуживали захватчикам. Речь идет, получается, о том, что это второй взорванный автомобиль с достаточно высокопоставленным коллаборантом лишь за последние пару дней. О чем это говорит? Это говорит о том, что украинская военная разведка, похоже, активизировалась. Как активизировались и те герои Украины, которые работают в глубоком тылу противника, на украинскую разведку в чрезвычайно опасных условиях. Ведь понятное дело, что даже для того, чтобы заложить взрывчатку под автомобиль, нужно очень серьезно рискнуть. Итак, всем российским военным преступникам, где бы они ни находились, в России или на оккупированных территориях, нужно понимать, украинские воины доберутся до всех и отомстят каждому. Они будут уничтожать тех, кто перешел на сторону России, не будут уничтожать важную критическую инфраструктуру России, они будут преследовать всех, кто решил, убивать украинцев и кто решил присоединиться к врагу на этом кровавом пути. От возмездия не уйдет никто, в то время как на фронтах украинские воины доблестно держат оборону, обменивая таким образом укладочки территории на тысячи и тысячи трупов противника. В это время в глубоких тылах на оккупированных территориях Украины внутри России идет другая, может быть, менее заметная борьба, но приносящая не менее важны незаметные результаты в конечном счете. Друзья, напоминаю, мы сейчас ведем сбор на 10 дронов Mavic разведывательного типа для украинской команды из 47-й бригады ВСУ, которые ранее мы уже помогали аналогичным образом. Целевая сумма 29 730 евро. Собрано 11 055 евро на утро пятницы. Если вы хотите помочь этой команде как можно быстрее собрать средства на закупку этих очень важных дронов, которые спасут жизни украинским бойцам, вы можете сделать это, переведя пожертвования через заблаготворительную литовскую организацию Hoplon Foundation, чьи реквизиты банковский счет и PayPal счет я привожу в описании к этому видео. Там же в описании вы найдете и ресурсы, через которые можно поддержать наш канал, который существует в значительной степени благодаря вашей помощи. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет и суперспасибо от YouTube в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. А теперь видеообращение от бойцов из 47-й бригады, которые рассказывают о своих нуждах. Спасибо всем, кто помогает ВСУ, друзья. Ваша поддержка бесценна. Тыл – это гарантия и залог успеха украинских воинов на передовой. Отдельное спасибо каждому, кто спонсирует наш канал. Он существует для вас и ради вас. Мира и здоровья всем. До скорого.